Вот они пусть боятся, потому что скоро им придется отвечать, я в этом не сомневаюсь. А бежать некуда, куда бежать, за границей их тоже никто не ждет. Только улетать в космос, ну тут Рогозин вряд ли поможет, да, там не все так здорово, могут и не долететь. Путину можно давать Нобелевскую премию. Конечно, либералов прессует и трамбует, в первую очередь за то, что они здесь называли многие вещи своими именами. Все депутаты — это одно ворье, все вы рветесь туда, чтобы, значит, воровать. Ну тогда и, как говорится, помалкивать и не отсвечивать. Если люди плюют на Единую Россию, если люди ненавидят некоторую Единую Россию, а потом им каждый раз говорят, Единая Россия победила с колоссальным преимуществом. Ну люди что, идиоты? Сколько они будут терпеть? Добрый день, дорогие друзья, мы на канале «Главтема народ». Сегодня у нас в гостях Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт». Добрый день, Сергей. Добрый день. Сергей, как обстановка на передовой? Обстановка на передовой, как и должно быть на передовой, напряженная, тревожная, боевая. Кто бы как ни смеялся, ни издевался. Это борьба за будущее страны. Сергей, нередко встречаю в сети обсуждение следующего вопроса, что «Левый блок КПРФ» несколько опасается хорошего результата на выборах. Как вы можете прокомментировать этот тезис? Ну всякая ерунда, понимаете, вбрасывается в информационное пространство сегодня огромное количество. Если почитать про кремлевские телеграм-каналы, они каждый день там десятками всякие посты размещают о том, что все КПРФ. Ну «Левый блок», что мы подразумеваем? Сегодня большинство левых сил, патриотических сил, идет на выборы в Госдуму и на выборы в регионах через КПРФ. Потому что КПРФ – это парламентская партия, не нужно собирать подписи, мы достигли определенных договоренностей. То есть мы не являемся членами КПРФ, например, «Левый фронт» наших представителей, не являемся. Но мы при помощи КПРФ выдвигаем наших товарищей в депутаты Госдумы. Сторонники Платошкина «Новый социализм» также поступают. Сторонники движения «Трудовая Россия» также, там различные профсоюзы независимые также. И можно перечислять много организаций. К счастью, я к этому призывал лично все последние годы и «Левый фронт». К счастью, произошла такая вот консолидация большинства левопатриотических сил на этих выборах. Это очень здорово. Мы хотя бы не распыляем силы. Да, есть записные спойлеры. Мы просто проходимцы, я их по-другому не могу назвать. Иуды. Иуды. Они за 30 серебряников прикрываются великими словами «коммунисты России». Вот они слово «коммунисты» просто похабят. И уже много лет работают в чистом виде, как спойлеры КПРФ. За 30 вот этих серебряников, которые им выдают в администрации президента, они занимаются спойлерсом. Вот у нас, для примера, в округе, где идет Анастасия Удальцова, партия «Коммунисты России» выдвинула параллельно человека по фамилии Удалова. Тоже женщина. Ну, одной буквы не хватает, ну уж понятно, для чего это делается. И во многих других округах то же самое. То есть это, конечно, это просто записные проходимцы. А реальные левопатриотические силы сегодня создали такую коалицию, вот, куда входит не только КПРФ, но и многие вот вышеназванные организации. Поэтому сила довольно серьезная, и власть-то это чувствует. По рейтингам, еще раз повторю, вот по последним опросам независимым, Единая Россия и КПРФ там близко, что-то 18 и 17 процентов. Реальный рейтинг. Я им больше склонен доверять, чем вот этим рассказам, что Единая Россия по-прежнему там 30 с чем-то процентов. Это все лживая социология, лживая. Вот, из общения с людьми я этого не усматриваю, по крайней мере. Вот, поэтому шансы у КПРФ и всего вот этого нашего левопатриотического блока серьезные. Конечно, льют всякую грязь. И вот эти телеграм-каналы, да и вообще везде, во всех социальных сетях, в информационном пространстве в целом, каждый день появляются вот эти публикации, что КПРФ на грани раскола, все там, все проворовались, там, Зюганов уже... Здесь как раз-таки речь идет о том, что КПРФ боится победы, несколько опасается, да. Вот я к этому и подвожу, что там Зюганов маразм, КПРФ коррупционеры, они не хотят побеждать. То есть, бросаются тезисы, порой противоречащие друг другу. С одной стороны, что КПРФ все там негодяи и вообще КПРФ уже разваливается. С другой стороны, что вот как вы правильно говорите, КПРФ вроде бы и готова, может победить, но боится и не будет побеждать, будет сливать выборы. То есть, всякий бред, вот это просто поток вот этого бреда, лжи, специально оно так замешивается, такая густая смесь вот лжи, полуправды, всяких вымыслов и каких-то отдельных фактов, надерганных, искусственно надерганных, вырванных из контекста. Конечно, это делается от того, что власть опасается результатов КПРФ всей нашей команды. Власть это прекрасно понимает и пытается у граждан создать вот эту иллюзию, что вообще КПРФ это что-то такое ужасное, с одной стороны, а с другой стороны, это слабые люди, которые не хотят ответственности. Я совершенно серьезно могу заявить, я общаюсь регулярно и с руководителями КПРФ, я там не вижу какой-то боязни, какого-то сра, чего бояться. В КПРФ есть масса и хороших управленцев, которые даже сегодня имеют опыт управления и в регионах, и городами управляют, и районами, и с многолетним опытом депутатской работы на разных уровнях, чего же бояться. Наоборот, задача увеличить фракцию максимально, чтобы там было не 43 человека, как сейчас, а чтобы там было 143 человека, я условно говорю, а лучше 243, чтобы действительно можно было без потрясений. Без кровопролития, все-таки менять ситуацию в стране, в интересах населения, это не пустые слова, потому что по-другому остается только кровопролитие, я не побоюсь этого слова. К чему нас подталкивать? Если бесконечно фальсифицируют выборы, ну всех не подсадишь, то есть чего добиваться, чтобы все уехали из страны, кто здесь останется тогда? Тогда Россия вообще обречена в обозримой перспективе. Или же все равно будет какой-то бунт народный, недовольство, восстание. Это неизбежно, потому что мы этого хотим или призываем. Просто бесконечно всех обманывать нельзя. Если люди плюют на единую Россию, если люди ненавидят некоторую единую Россию, а потом им каждый раз говорят, что единая Россия победила с колоссальным преимуществом. Ну люди что, едиоты? Сколько они будут терпеть? Ну бесконечно терпеть не будут. Поэтому я считаю, это абсолютная ложь. Никто в КПРФ нашей команде никакой ответственности не боится. Напротив, мы говорим все время, будем защищать голоса. Если необходимо, будем протестовать в тех формах, которые возможны сегодня, чтобы тоже не подставлять наших соратников. Но будет этот протест, и бояться совершенно нечего. Команда в 2018 году, шла команда во главе с Грудининым, Павлом Николаевичем, на президентские выборы. Мы готовы были брать ответственность вообще за ситуацию в стране. Чего же нам бояться? Это ложь и еще раз ложь. Есть команда, есть масса специалистов и потянется масса союзников, сочувствующих, которые еще больше укрепят эту команду. Поэтому это все сказки, это все вранье. Боимся не мы. Боится власть, администрация президента, Единая Россия. Вот они пусть боятся, потому что скоро им придется отвечать. Я в этом не сомневаюсь. Потому что времени все меньше. Я скажу откровенно, наблюдая за тем, что происходит, много общаясь с людьми. Времени все меньше, потому что на днях буквально где-то Шойгу, Сергей Шойгу, он сейчас выступает в роли, не знаю, как будто уже он преемник Путина. Такие очень правильные вещи, кстати, говорят, что нужно строить города в Сибири, что общество наше разлагается изнутри. Очень прекрасно. Осталось бы еще назвать виновников этого. Куда, кстати, входит и тот же Шойгу, как член системы, член команды. Он, может быть, не главный виновник, но тем не менее. Но вещи называются правильно, своими именами. Действительно, самая страшная угроза – это разложение внутри общества. Это деградация общества. Лучшие уезжают, к сожалению, потому что не видят здесь перспектив. Многие уезжают. Не видят перспектив, не видят каких-то ценностей, ради которых можно здесь оставаться. А денег больше заработать, конечно, можно за границей, в Соединенных Штатах, в Европе. Кто-то в Китай едет. Вот при такой системе ценностей и при такой политике властей, которые продолжаются, которые погрязнули в воровстве коррупции и не может это преодолеть никак, и не хочет подключить здоровые силы общества к решению этой проблемы, а наоборот, сажает, запрещает, всех обвиняет в измене родине, что они иноагенты и так далее. Вот с такой ситуацией, конечно, это разложение будет продолжаться. А если лучшие уезжают, идет депопуляция вымирания, просто вымирание страны, что ждет Россию? Конечно, здесь не будет прорывов, потому что, скажу откровенно, просто не будет хватать кадров. Об этом сейчас уже в открытую говорят многие руководители страны, многие руководители крупных предприятий, корпораций. Вот сейчас из-за коронавируса ограничился приток сюда мигрантов на время, так та же строительная отрасль, ЖКХ и прочее. Они кричат во весь голос, не хватает рабочих рук, потому что действительно это проблема. Это не вина народа, это беда, потому что многих действительно разучили и работать, и верить в свои силы. Люди просто живут, плывут по течению и уже превратились полностью в таких инфантильных субъектов, а государству это выгодно. На выборы не ходи, ничего от тебя не зависит, сиди, кинем какую-то подачку, там, 200, 300, 500 тысяч рублей. Это к чему приводит? Конечно, к деградации. А лучшие умы, они ищут, где больше можно заработать. Вот это колоссальная проблема, поэтому сегодня любые крупные выборы, это еще какой-то шанс хоть что-то поменять, привести к власти более прогрессивные силы, которые могут предложить какую-то новую систему ценностей, новые смыслы. Потому что только крики о том, что мы патриоты и наш президент равно Россия, это не патриотизм, это пародия на патриотизм. И с таким подходом, конечно, мы, к сожалению, просто в обозримой перспективе обречены, на мой взгляд. И это нас категорически не устраивает, поэтому воюем, воюем и всех призываем помогать и не сдаваться, самое главное. Сергей, при каком результате, опираясь на вашу собственную статистику, КПРФ или Левый Блок в целом готовы признать итоги выборов? Вы знаете, я думаю, это вопрос явно преждевременный, потому что мы, тем не менее, стараемся при всех сложностях сегодня насытить максимально наблюдателями все избирательные участки и призываем всех сторонников наших, всех сочувствующих людей и других взглядов, но которые понимают, что сегодня нужно многое менять, призываем прийти наблюдателями. Очень важно, очень важно. Мы будем на каждом участке стараться организовать максимальный контроль, и дальше все будет зависеть, насколько качественно и открыто эти выборы пройдут. Да, мы понимаем, что если не будет контроля, власти намухлюют, нафальсифицируют по-любому. Но если будет этот контроль, уже вопрос немножко ставится по-другому. Или нужно идти на грубые фальсификации, или придется проводить выборы более честно, более открыто. Вот исходя из этого, то, что мы будем видеть в дни голосования на участках, какие будут нарушения, мы все это обобщим, какие нам будут потом показаны результаты, и будем принимать какие-то определенные решения, признавать что-то, не признавать, выходить на протест, не выходить. Я думаю, сейчас делать какие-то голословные заявления было бы неправильно. Но я вижу, я понимаю, ну, про меня-то можно не сомневаться, я человек решительный и радикальный, в хорошем смысле слова, да, я всегда готов поддержать недовольство и протест, если он справедлив. Я думаю, что и в руководстве КПРФ много тех, кто настроен достаточно решительно. И просто вытереть ноги АКПРФ, там, сломать через колено, никто не согласится. И власти это должны учитывать. Даже вот сейчас снятие Грудинина с регистрации вызвало большое недовольство. Вот ближайшие выходные будут по всей России акции протеста. Да, в тех формах, которые сегодня возможны, где-то встречи с депутатами, где-то какие-то пикеты, но все равно это недовольство копится, и власть должна понимать, если пойдет на беспредел в сентябре, действительно могут начаться массовые протесты. И я думаю, в КПРФ хватит решительных людей и в руководстве, которые тоже на эти протесты пойдут. Так что власти есть над чем задуматься, я так считаю. Власти честных выборов не то, что не хотят, они их не могут допустить, потому что на честных выборах они не получат большинства. Они проиграют, а для них это катастрофа, потому что для них власть равно деньги, обогащение, и все они погрязли, очень многие просто-напросто уже в преступлениях. И они прекрасно понимают, что если упустить большинство, если отдать власть, то так или иначе все эти преступления выйдут на свет. Будут расследования, будут уголовные дела. Я желаю, многим придется отвечать, а бежать некуда, куда бежать. За границей их тоже никто не ждет. Только улетать в космос, но тут Рогозин вряд ли поможет. Да, там не все так здорово, могут и не долететь. Наши космические отрасли тоже не в блестящем состоянии. Поэтому они за власть цепляются всеми правдами, ногами, зубами. Поэтому, конечно, как всегда, никаких честных выборов не планируется. А значит, конкурентов нужно что? По возможности не допустить. Многих снимают на подходах, кого-то объявляют скопом, экстремистами, агентами вообще выключают из политической жизни. Многих на подступах нагружают в судимости, вот как меня, того же Платошкина. Да много примеров, когда мы просто не можем формально, вот по нынешним законам, не можем поучаствовать в выборах. Те, кто все-таки до выборов добирается, ну какие-то приличия им нужно соблюдать. Есть парламентские партии, они бы с удовольствием, конечно, вообще не пустили на выборы КПРФ. Я думаю, это для них было бы очень замечательно. Но все-таки какие-то приличия соблюдать приходится. Может быть, завтра они это перестанут соблюдать. Но допустив КПРФ, они теперь в КПРФ выискают, кого бы снять, как Грудинина, кого бы запрессовать, кого бы запугать. Мы, например, вот у меня супруга Анастасия Удальцова выдвигается сейчас в одном из округов в Москве, в 201 округе. Ну мне нельзя, она, слава богу, пока не имеет таких ограничений. Уже за нее взялись, да, чуть, наверное, посмотрели, рейтинги померили. Не очень здорово, не очень хорошо для кандидата от Единой России. Значит, что нужно включать стандартные методы, начинают уничтожать нашу агитацию, воровать нашу рекламную продукцию. Научкивают дворников, каких-то людей. Мы встречали уже людей, они говорят, нам платят деньги, что просто мы вашу всю агитацию, там, любой плакат, листовку, как увидим, уничтожали, ликвидировали. Ходят буквально по пятам. Ставим мы машины, рекламные, ну, такие баннеры вешаем. Все законно, причем легально оплачивается из избирательного фонда. Срывают в наглую просто, как это, уголовное преступление, кража, имущество. Это мы деньги за это платим, собранные вот по крупицам. Полиция, ну, полиция формально принимает наши заявления, но энтузиазма что-то расследовать мы, конечно, не видим. Поэтому это вот такие очень яркие примеры. Ну, и, конечно, абсолютное неравенство в возможности к вести агитацию. Кандидаты от «Единой России», от власти, они пользуются всеми возможностями так называемого административного ресурса. Те рекламные площади для них доступны, для нас нет. Нам эти фирмы говорят, уже все занято, приходите в октябре. Условно, я говорю, смеюсь, приходите 20 сентября и размещайте свою рекламу. Но нам надо не 20 сентября, нам нужно сейчас. Это все вот такие классические методы, но это очень затрудняет работу. Соответственно, затрудняет проведение публичных мероприятий. Сейчас коронавирус, понятно, но властям можно встретить олимпийцев, пожалуйста, нагонят людей на Красную площадь. Мы рады, мы приветствуем наших олимпийцев, но дайте тогда и оппозиции собраться. Мы наденем маски, пожалуйста, мы соблюдать будем дистанцию. Но когда вы доводите ситуацию до абсурда, что одиночный пикет это угроза для эпидемиологической ситуации, ну это же просто идиотизм. Но это не идиотизм, это цинизм, я бы так сказал, цинизм высшей пробой. И таких примеров можно по мелочам, я сейчас глубоко погружен в избирательную кампанию, по мелочам перечислять. Вот целый час можно сидеть, и в итоге получается, что кандидат от власти, любой, в нашем округе, в другом, имеет все преференции, имеет зеленый свет и размещать рекламу, и встречаться с избирателями. Им такие встречи не пресекают. Вот Анастасию Дальцову уже задерживали прямо на встрече с избирателями, во дворе, там пришло местное население пообщаться. Ну это абсолютно мирно, культурно. Там даже Путина никто не вспоминал. Говорили о местных в основном проблемах. Ну людей, да, это больше волнует, понятно. И тут прибежала полиция, задерживает, что вы нарушаете какие-то нормы. Для чего? Это акт устрашения. Чтобы больше впредь не собирались. Конечно, нас этим не запугаешь, но это создает абсолютно такую нервозную, нездоровую обстановку. А кандидатам от власти, управы районной префектуры, это я про Москву говорю, в регионах других тоже самое, там свои местные администрации. Они им всяческое содействие оказывают, подбирают места для встреч, проблематику для встреч, где там ремонт делается, где благоустройство. Ну то есть они, по сути, ведут избирательную кампанию кандидатов от власти. Органы исполнительной власти ведут сами кампании. Это незаконно, но это так. А оппозицию всячески преследуют и стараются затруднить. Затруднить эту кампанию, вот буквально создавая ситуацию партизанской войны. Мы плакат повесили, прибегает дворник, прям по пятам ездит на велосипедах, уже мы их всех знаем. Да, вы как-то упомянули, что их можно сравнить с вестниками оранжевой революции, поскольку они в оранжевых жилетах. Да, да, это кроме смеха. Я сам вот не чураюсь, и Анастасия, ходим по дворам, ну где-то и по своему району, и не чураемся, там и плакат повесить, и что-то. Приходится уже буквально ходить по ночам, и то по ночам пройдешь, утром уже могут все посрывать. Потому что если ходишь днем, они ездят на своих велосипедах в оранжевых, ну не все в оранжевых, но много и в оранжевых, да. Такая как бы оранжевая революция наоборот. Все доведено уже до фарса какого-то. И они уже нас даже в лицо некоторые знают, ну вот в моем районе, здороваются, улыбаются, говорят, ну что вы опять идете? Идем, ну, а мы тоже идем за вами. Сергей, в нынешних условиях. К сожалению, воспрепятствие не очень серьезное. Я уж не говорю о том, что готовится нам в сами дни голосования, вот это многодневное, трехдневное вакханалие, когда тем же наблюдателям будет крайне тяжело. Понимаете, в какие условия ставит оппозиция? Вот подобрать людей на три дня, сидеть день и ночь, там, ну практически, да, на этих участках, это уже непросто. А ведь будут им всячески тоже палки в колеса совать, бегать с урнами по домам. То есть нам на каждый участок нужно минимум три человека, потому что один человек сидит на участке, второй должен выходить вот с этой урна, если идут по домам. А бывает с двумя урнами идут. У нас сразу появляется огромное количество тех, кто хочет проголосовать на дому. Это тоже искусственно создает ситуацию, когда социальные службы сейчас в преддверии выборов обзванивают пожилых людей, пенсионеров, кто-то, ну, инвалидов знает, там им тяжело может быть. Но они бы, может быть, и пришли на участок, ничего страшного. Но они им рекомендуют, не надо ходить, давайте подайте заявочку на домное голосование. Потому что это властям удобно. Потому что зачастую оппозиции не удается полностью перекрыть вот все это наблюдателям, потому что один человек сидит на участке, а кто пошел с переносной урной, с ним тоже надо посылать наблюдателя. Бывает, что не хватает. А бывает с двумя урнами посылать, с тремя. Короче, власть, вот я, если резюмировать этот вопрос, да, 20 лет Путина, там, если с Ельцином считать, 30 лет, так и не решила коренную проблему, да, куда идет Россия, какая у нас система ценностей, какие у нас идеалы, кроме обогащения и потребления, и как улучшить жизнь населения, так и не подняли благосостояние народа в требуемом объеме. Все равно у нас даже сами власти фиксируют, полстраны живет бедности, а если тот же Дерипаска, это человек, который многое знает, говорит о том, что если уж Дерипаска говорит о том, что у нас около 80 миллионов на самом деле живет бедность. И через день удаляет свой пост. Да, это понятно, это понятно, но это правда-то она прорывается, я не поклонник Дерипаскину, просто я говорю о том, что даже эти люди уже где-то проговариваются, они-то больше понимают ситуацию, да, чем нам говорят с телеэкраном. То есть эта проблема не решена, но зато в деле манипуляции выборами, фальсификации выбором, устранения неугодных, Путину можно давать Нобелевскую премию. Действительно здесь величайшие, я серьезно говорю, величайшие достижения, технологии отрабатываются, все изощреннее, изощреннее, изощреннее. Каждый год меняется законодательство о выборах и все больше препонов на пути вот нормального человека, просто я не беру оппозиционеру или нет, нормального человека, который хочет послужить государству, стать депутатом. Это вообще почетная миссия, у нас это все сейчас тоже ошельмовано, вот ходим, к сожалению, у людей очень много вот этих стереотипов. Я считаю, это сознательно внедряется, что все депутаты это одно ворье, все вы рветесь туда, чтобы, значит, воровать, мы никому не доверяем, Госдуму вообще надо разогнать. Вот как, видите, какая эта философия, она отчасти внедряется самой властью, ведь это очень удобно. Протестом настроенного избирателя вообще от выборов оттолкнуть, вызвать отвращение, чтобы он на них не ходил. А свой процент минимальный набирать за счет админресурса, пригона всяких бюджетников, зависимых людей, чиновников и так далее. Вот это страшная вещь, поэтому в плане фальсификации и манипуляции они достигли уже просто практически совершенства. Мастерства. Мастера, заслуженные мастера, ну как бывает, заслуженные мастера спорта, это заслуженные мастера по фальсификации выборов. Действительно уровень высокий. Так бы они жизнь народа улучшали, как они манипулируют выборами. Знаете, при всех усилиях, о которых я сказал, власти, потому чтобы не допустить честных выборов, а провести очередной фарс, такой масштабный фарс, нарисовать, опять обеспечить нужные результаты Единой России, то самое конституционное большинство, которое позволяет им быть монополистами. Ведь часто критикуют, упрекают уже КПРФ, например, другие оппозиционные партии, ну условно их там назовем оппозиционными, но тем не менее, справедливую Россию, еще кого-то. А почему вы ни один закон не приняли в пользу народа? Что вы там делаете, штаны протираете, от вас никакой пользы. Для этого вся и выстраивается эта конфигурация с конституционным большинством Единой России, чтобы ни одна другая партия при всем своем желании, при самых, может быть, благих помыслах и правильном содержании тех законопроектов, которые предлагаются, просто физически, технически не могли ничего провести через Госдуму, потому что большинство Единой России просто будет все блокировать. Так происходит постоянно. В лучшем случае они воруют какие-то идеи оппозиции, потом их, конечно, из коверков подают от себя и выступают якобы в роли таких благодетелей и защитников народа. Но вся эта ситуация, конечно, у людей вызывает уже колоссальное раздражение. Сейчас с чем мы сталкиваемся? Ситуация отчасти парадоксальная. Власти вроде бы уже полгода последние выжигали, вычищали политическое пространство. Либеральный фланг зачистили максимально вот эти все зимние истории протеста Навального. Понятно, дали власти повод. Я думаю, они и спровоцировали того же Навального отчасти на такие действия. Я думаю, это была изощренная спецоперация наших силовиков. Может быть, во взаимодействии с западными тоже спецслужбами. Это долго нужно разбираться. Я думаю, лет через 50-70, может быть, 100 мы узнаем какие-то подробности из каких-то архивов. Возможно. А может быть и нет. Может быть и нет. Но это была действительно спецоперация. Они где-то либеральную оппозицию спровоцировали, на мой взгляд, на такие острые действия. И воспользовались этим, обвинив их в таком экстремизме, в работе на Запад. Ну, конечно, у либеральной оппозиции есть связи с Западом. Это никому, ни для кого не секрет. И, может быть, для нас это как для реальных патриотов, либо патриотические силы никогда не приветствовали какую-то зависимость от Запада. Нам это не очень приятно. Конечно, либералов прессует и трамбует, в первую очередь, за то, что они здесь называли многие вещи своими именами, разоблачали коррупцию и определенную угрозу в потенциале представлять. Поэтому мы их зачистим. Но еще раз повторю, какие-то приличия соблюдать приходится. Осталась, например, та же КПРФ. Да, много критикуют парламентскую оппозицию. Я во многом согласен. Но все же КПРФ, если проследить историю, идеологию, практику действий, из всего того, что есть на сегодня, вот все, что осталось в избирательных бюллетенях, но это без преувеличения единственная оппозиция, может быть, да, не очень радикальная, но в принципе это единственная оппозиция, которая имеет свою какую-то историю, традиции, программу, системную такую сущностную программу, не просто крики долой Путина и так далее, а системную программу преобразования в каждой сфере, социальной, политической, экономической и так далее. Вот. Поэтому при всех фальсификациях, при всех манипуляциях, я считаю, главная сегодня наша задача, все-таки остался месяц до выборов примерно, да, задача убедить людей, кто хочет перемен, кто недоволен политикой власти, но колеблется, идти на выборы или нет, даст это что-то или нет, убедить в одной простой вещи, высокая явка избирателя на выборы максимально затрудняет возможности фальсификации, она их не устраняет полностью, максимально затрудняет, потому что большая явка, высокое, большое количество наблюдателей, к чему мы всех призываем, а также голосование по нашим технологиям, мы всех призываем голосовать только лично, никакого онлайн голосования, для меня очень показательно, что сейчас вот в Москве, по крайней мере, по всем подъездам развешивают плакаты, плакат кандидата от власти и рядом плакат реклама онлайн голосования, это развешивают одни и те же службы, ну, наши власти развешивают, потому что это им выгодно, затащить людей на онлайн голосование под предлогом того, что это удобно, безопасно, особенно на тему коронавируса сейчас напирают, ну, это хитрость такая, уловка, но онлайн голосование, скажу откровенно, это сегодня просто черная дыра, вы туда просто кидаете свои голоса, без всякой возможности для нас, для оппозиции их отследить, хоть как-то проконтролировать, два года, вот с того момента, как начали внедрять это электронное голосование, оппозиция бьется, предлагала не раз Центризбиркому допустить специалистов, вот партии хотя бы парламентских, да, оппозиционных, допустить к процессу программирования вот этой системы онлайн голосования, туда, там же собака зарыта, потому что все эти программы, ну, кто контролирует процесс, тот, грубо говоря, и рулит им, но они допускают, ссылаются на тайну, значит, персональных данных, у нас даже нет понимания, какая база общая этого онлайн голосования, туда без проблем можно накидывать мертвые души, те, кто никогда не ходит на выборы, у нас вообще в стране парадоксальная ситуация, у нас количество избирателей от выборов к выбору, оно варьируется, миллион туда, миллион сюда, даже больше, это вот уже база для этих фальсификаций, как минимум, она есть у власти постоянно, как у наперсточника в рукаве, у Шулера карточного, понимаете, поэтому, к сожалению, это сегодня черная дыра, поэтому только лично, только своими ногами просим, все, кто хочет перемен, обязательно прийти 19 сентября, только 19, и постарайтесь поближе к закрытию избирательных участков, чтобы минимизировать властям возможность что-то сфальсифицировать, потому что им почему тот же трехдневный формат очень удобен, конечно, каждый день можно посмотреть в эти бюллетени, подвести предварительные итоги, подумать, где можно что-то скорректировать, подмухлевать, кого еще можно принудить прийти на участки, там, бюджетников, тех же самых пенсионеров, это очень удобно, если мы большим количеством людей в последний день перед закрытием участков, ну, до восьми вечера работают участки, придите хоть после обеда, да, 19 сентября, придем массово на участки и проголосуем не за единую Россию, уже не будет времени просто что-то здесь манипулировать, или придется грубо фальсифицировать, вбрасывать, переписывать протоколы, но здесь мы можем во многих случаях поймать за руку, для этого и нужно наблюдать, то есть вот при такой технологии и при высокой явке шанс хороший, шанс хороший лишить как минимум единую Россию, того самого большинства, которое не дает стране, я считаю, развиваться, и тогда будет возможно через Госдуму проводить какие-то прогрессивные законы, будет действительно возможность вести там диалог, какое-то, значит, обсуждение и принимать решения, выгодные не только правящему клану, но и выгодные всему населению, вот это ключевая мысль, которую я прошу всех принять во внимание, а если мы говорим, что ничего, все бесполезно, что тогда остается? Нет никаких альтернатив активному участию в выборах, все разговоры, что мы тогда пойдем на баррикады, возьмем в руки автоматы, топоры, это все, если честно, болтовня, потому что я много таких людей знаю, мы не призываем, не дай бог, никакому насилию, мы за мирные, но массовые действия, солидарные граждане, это сегодня основа основ, но все это в основном болтовня, когда я вижу этих людей, которые говорят, что они там готовы взять в руки какие-то автоматы, оружие и прочее, но мне становится смешно, на самом деле это просто пустая болтовня, так что сегодня участие в выборах массовые, это по сути дела единственный, абсолютно безопасный пока, простой, легкий способ хоть каких-то перемен в стране добиться, но давайте не упускать эту возможность, это же очевидно, потратить там полчаса времени, прийти проголосовать, но это не сложно, записаться в наблюдателя, даже потратить деньги, а лучше три, это не так сложно, мы сколько в жизни времени тратим не пойми на что, просто там в окно смотрим, или пиво пьем, или еще что-то, ну давайте вот чуть-чуть не посмотрим в окно, не посидим на диване, не посмотрим телевизор, раз в пять лет что-то попробую сделать для изменения в стране, ну это же очевидно, мне кажется это очень просто, давайте это сделаем. Спасибо большое, с нами был Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, спасибо большое Сергей. Спасибо вам, все приходите на выборы 19 сентября и записывайтесь пожалуйста в наблюдатель, это сегодня вот самое простое и эффективное, что мы можем сделать, а все отговорки в том духе, что мы не пойдем, нас все равно обманут, ну извините, это капитуляция, тогда вы просто сами перед собой будьте честными и скажите, мы капитулируем, ну тогда и, как говорится, помалкивайте и не отсвечивайте, но я надеюсь, что большинство наших граждан, кто хочет перемен, не готовы капитулировать и мы будем сражаться и что для этого нужно делать, мы только что обсудили. Всем здоровья и до встречи на выборах.